Знаете ли вы, что каждый беларус, вне зависимости от возраста, заплатит минимум 1000 долларов за грандиозную прихоть Лукашенко? Ту самую прихоть, которую он считает огромной личной победой. Хотя на самом деле это огромное бремя для всего народа, и нам с этим бременем жить не одно десятилетие. Белорусскую атомную электростанцию строили якобы для того, чтобы не зависеть от российских нефти и газа. Но это стремление дало совершенно обратный эффект. Теперь мы зависим не только от нефти и газа, но и от российского ядерного топлива. Мы полностью зависим от надежности российских технологий. Мы еще больше усугубили свою финансовую зависимость от России. Стоимость Островецкой станции оценивается примерно в 10 миллиардов долларов. 90% из них это российский кредит. Его мы будем отдавать дольше 10 лет. По миллиарду каждый год. А когда станция отработает свое, нам понадобится еще несколько миллиардов долларов, чтобы ее по всем правилам закрыть. Нам говорят, что станция окупится за 10-15 лет. Но насколько верны эти расчеты? Ситуация уже развивается не по сценарию представителей нелегитимной власти. Они полагали, что энергию с АЭС будут закупать страны Балтии, но соседи твердо сказали, что не намерены этого делать. Для них вопрос безопасности куда важнее экономии. Нам, белорусам, тоже стоит об этом думать. От Островца до Вильнюса 50 км, до Минска около 140 км. Когда 35 лет назад случилась катастрофа в Чернобыле, белорусские ученые заметили, как зашкаливает фон, а ведь от Минска до Чернобыля более 440 км. Беларусь строила станцию, игнорируя опасения Литвы и других стран ЕС. Иностранные наблюдатели на площадку не допускались. Исключение сделали лишь для представителей МАГАТЭ – организации, заинтересованной в продвижении атомной энергетики, и у которой не было вопросов ни к Чернобыльской АЭС, ни к Фукусиме. Сейчас мы можем только гадать, насколько качественно выполнялись работы и точно ли соблюдались требования безопасности. Официальный Минск не скупится на заверения, но даже самый свежий опыт подсказывает, что им не стоит верить. Администрация Лукашенко с полнейшим пренебрежением и вопиющей безответственностью отнеслась к пандемии коронавируса. Факт существования болезни отрицался, врачей бросили на произвол судьбы. Мы все знаем, чего стоит белорусская статистика. Где гарантия, что с АЭС ситуация иная? Гарантий нет. А на себе проверить не хочется. Уже после пуска первого энергоблока станцию несколько раз приходилось отключать от электросети. Не выдерживало оборудование. Нас вновь заверяют, что серьезных проблем нет, и нам снова в это трудно поверить. В обозримом будущем у нас появляется шанс получить более достоверную информацию о том, насколько безопасна АЭС в островце. На следующей неделе станцию посетят эксперты НСРЭК – Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности. В этой группе, созданной по решению Европейской комиссии в 2007 году, собраны компетентные официальные лица из всех стран ЕС, связанные с атомной энергетикой. Процесс оценки, к сожалению, не будет быстрым. После первого визита у экспертов уже запланирован второй – в мае или июне. Только по его окончании будет подготовлен итоговый отчет. АЭС тем временем продолжает свою работу. Перед началом работы в островце мы обращаемся к экспертам НСРЭК. Ваша объективная, непредвзятая оценка крайне важна для Беларуси. Она важна для наших соседей. Она важна для всех нас. Речь идет и о жизнях людей, и об авторитете атомной энергетики. Ваша миссия имеет значение для всего континента. Мы рассчитываем на ваш профессионализм и вашу профессиональную экспертизу. Беларусь не должна быть ядерной угрозой ни для граждан Беларуси, ни для граждан других стран.